Депутат Московской областной думы Юрий Липатов в ходе рабочей поездки посетил Ленинский городской округ и вручил руководителю программы «Активное долголетие» 8 смартфонов для помощи в работе организации. Подарки будут переданы управляющим клубами активности. С их помощью они смогут сканировать пенсионные удостоверения посетителей кружков и вести учет посещаемости. Это была очень острая проблема в феврале. И я думаю, после того, когда пройдет этот период пандемии, когда начнутся активные занятия, мы обязательно раздадим все эти смартфоны руководителям активности и они будут успешно ими пользоваться. Программу «Активное долголетие» в Ленинском городском округе запустили в декабре прошлого года. Услуги клуба сейчас получают около тысячи местных жителей в возрасте старше 65 лет. Наибольшей популярностью пользуются направления йоги, танцев, скандинавской ходьбы, рукоделия и рисования. У нас практически в каждом поселении люди занимаются скандинавской ходьбой, ну и много-много-много других всяких кружков для людей пожилого возраста. Средства на приобретение смартфонов были выделены из бюджета Московской областной думы. Всего на эти цели потрачено 100 тысяч рублей. Я так думаю, что эта помощь будет далеко не последней, но в целом я искренне хотел бы пожелать вам всем хорошей творческой работы, поблагодарить за то, что вы делаете и не сомневаясь, что жители округа, люди старшего поколения, эту работу оценят. Спасибо большое. Спасибо. Но это был не единственный сюрприз от депутата. Воспользовавшись случаем, он пригласил на мероприятие 14-летнего Алексея Осташкова. У мальчика проблемы с ногами, поэтому много времени он проводит дома. Юрий Липатов исполнил давнюю мечту подростка и подарил ему современный ноутбук. Очень рад. Я всегда мечтала о своем личном ноутбуке. Мальчик уверен, что новый ноутбук поможет ему в учебе. Это на летный сентябрь.